Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Сегодня по-прежнему 25 февраля, поздняя ночь в Вашингтоне. Я Вам рассказываю содержание потрясающего разведывательного документа, опубликованного газетой «Нью-Йорк Таймс» о десятилетнем сотрудничестве разведслужб, прежде всего ЦРУ США, со специальными службами Украины. И о том, как Украина превратилась в важнейшего участника элитного разведсообщества, который включает в себя пять сестер, это Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и также Нидерланды. То есть, это элита западного мира, разведывательная элита, и там же находится Украина. То есть, это первый, но какой весомый шаг в превращении Украины в элемент западной системы безопасности. Вот еще один шаг в области обороны и Украины, можно считать, уже в НАТО. Итак, газета продолжает дальше, каким образом развивалось это сотрудничество. Летом 2015 года президент Украины Петр Порошенко перетряхнул внутреннюю службу и поставил своего союзника или своего человека на место председателя СБУ Наливайченко. Но, по иронии судьбы, эти перемены открыли новые возможности. В результате их перестанова генерал Кондратюк был назначен главой ГУР, где он до этого начинал свою карьеру. И дальше у него возникли личные связи с людьми, нужными в Вашингтоне, и эти связи углубили участие ЦРУ в делах Украины. В отличие от внутреннего ведомства, то есть от СБУ, ГУР имело право собирать разведанные за пределами Украины, в том числе в России. Но американцы не видели смысла в развитии этого агентства, то есть ГУР, поскольку ГУР не давал никакой ценной разведывательной информации о русских, ну и считался бастионом сторонников России. Я изучал, начиная с момента независимости, так сказать, антологию развития спецслужб Украины. И я, откровенно говоря, не вижу, почему ГУР до прихода туда генерала Кондратюка, почему он считался бастионом сторонников России. Вот я, наоборот, считал сторонником, бастионом сторонников России именно СБУ, и это подтверждает то, что увидел господин Наливайчин, когда в феврале 2014 года, после бегства Януковича, он туда зашел и что он там увидел. А до этого СБУ было бастионом, когда его возглавлял Деркач-старший, который был на связи, имел общий бизнес с ценнейшим агентом, особо ценным агентом российского СВР, Могилевичем, которого он притянул и представил Кучме, президенту Кучме, для того, чтобы они развивали совместный бизнес. То есть, агента СВР Могилевича притащить к президенту своей страны и заставить его, то есть, вовлечь его в криминальный мафиозный бизнес или попытаться сделать это, это же надо было уметь и так далее. Про Радченко я даже уже не говорю, то есть, вот за время своего, всего этого существования, до того, как туда пришло ЦРУ, то есть, СБУ однозначно было бастионом сторонников России. Ну да, бог с ним. А кстати, а вот с ГУР во времена президента Кучмы, Соединенные Штаты развивали очень тесные отношения, прежде всего ФБР, именно тогда, когда работали по Могилевичу, а через Могилевича по российским спецслужбам. Ну, хорошо, простим ЦРУ это маленькое заблуждение. Так вот, генерал Кондратюк организовал встречу со своим американским коллегой из РУМО, разведуправления Министерства обороны, и передал ему пачку секретных российских документов. Это был опрометчивый шаг. Вот если бы он ко мне обратился тогда, посоветовался, я шучу, конечно, я бы ему категорически не советовал это делать, потому что РУМО, это не та организация, которой можно вот этим заниматься. Там просто, они специалисты по калибрам снарядов, 155 или 152, там, про РПГ они хорошо разбираются, они знают хорошо тактико-технические данные самолета А-50, там, других и так далее. Но вот взаимоотношения с иностранными разведчиками и так далее, даже если это официально, это не РУМО. Короче, ему дают, я помню, еще вот скажу, я помню, прочитал в свое время вот такой фольянд, исследование Сенатского комитета по разведке американской, где они расследовали, почему американцы не обнаружили оружие массового поражения в Ираке, из-за чего они начали войну и свергли Саддама Хусейна. Вот там описывалась деятельность вот этого РУМО, это страшный сон, только детям на ночь глядя, только не рассказывать, что они там вытворяли, какие глупости. Так вот, значит, этому сотруднику ЦРУ разведчик Андротюк передает жест доброй воли секретнейшую информацию, и, наверное, по российским этим самым вооружениям ЦРУ оценила до этого подводные лодки, а вот РУМО отнеслось к этому с подозрением и не рекомендовало налаживание более тесных связей. А что это идиотизм? Просто идиотизм. Слово какое-то на язык просто просится неприличное, как говорил Высоцкий. Ну, ладно, генералу тогда надо было найти более надежного и, я бы сказал, не более готового партнера, а более интеллектуального, нормального партнера. И он его нашел. Он познакомился, да, он посетил штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли, и там познакомился с офицером ЦРУ с хорошим характером, которого прочили на должность следующего начальника резидентуры, резидента. Ну, и они поехали вместе на хоккей, обсвистали там Овечкина, который играл за Washington Capitals. И тут, значит, Кондратюк, когда резидент прибыл уже на свою должность в Киеве, и передал ему вот эти документы о военно-морском флоте. Ну, и ЦРУ тут взвыло от счастья, и все. Они нашли друг друга. Аналитики пришли к выводу, что документы подлинные. Из ЦРУ стало главным партнером генерала Кондратюка. Вот так генерал Кондратюк, ко всему прочему, завербовал еще ЦРУ. Я утрирую, конечно, но тем не менее. Пробил лед отчуждения и непонимания. Кондратюк знал, что ЦРУ нужно ему для укрепления его собственного агентства. А ЦРУ полагало, что генерал сможет помочь и им. Потому что ЦРУ имела и испытывала огромные трудности в вербовке шпионом в России, о чем он только что рассказал. Потому что на территории Российской Федерации за сотрудниками ЦРУ велось строжайшее наблюдение. Действительно, агентурно-оперативный режим, как для советских разведчиков в США, так и для американских в Москве, всегда было очень-очень жестким. И ЦРУ начало разрабатывать программу работы по вербовке российской агентуры с позиции, по чужим флагам, то есть украинским флагам, с позиции третьих стран. Это высочайший полет вообще в агентурной разведке. Они сблизились, что способствовало улучшению отношений между двумя ведомствами. А украинцы дали новому начальнику, то есть новому резиденту ласковое прозвище Санта-Клаус. Затем Кондратюк прилетел в Вашингтон в январе 2016 года, и агентство согласилось помочь ГУР модернизировать свою технику, аппарат и так далее, а также улучшить его возможности перехвату российских электронных сообщений. В обмен генерал Кондратюк согласился делиться с американцами всеми необрабатываемыми данными. Теперь партнерство стало реальным. И вот дальше, чтобы вы понимали, как, судя по всему, потому что тут точки над «и» не ставятся. Но вот если я просто так зачитаю, возникнет масса вопросов. Если такое сотрудничество было, если такую информацию добывали, почему американцы знали, что русские готовятся к нападению, а разведслужбы Украины об этом не знали. Как это может быть? А вот как. Партнерство развивалось, то есть ЦРУ строило свою работу, судя по всему, на территории Украины, как вот Российская Федерация имела базу электронной разведки в Лурдос, на Кубе. Ну и ЦРУ, такие же стейшнсы, такие установки или такие же базы, мини-базы имеют в других странах мира, там конспиративные квартиры и так далее. То есть это база. Иногда вот здесь описывается в самом начале, это какое-то подземное, вырытое подземное, большое подземное помещение, укрепленное, там вентиляция, причем такая вентиляция фильтрованная, чтобы химатака никаким образом туда не попала отравляющие вещества. Она сверху укреплена бетонированными какими-то блоками, чтобы нельзя было ее уничтожить артиллерийским ударом. И, кстати, одна из баз этих, которые тут описываются, она была уничтожена в первый же день точным ударом российской, значит, ракеты, что говорит о том, что есть агентура или была агентура, которая наводила россиян уже на нужные объекты в Украине. Кстати, продолжает, продолжает, к сожалению, наводить. Так вот, значит, это на территории Украины находится. Там частично украинский персонал, но он ведет перехваты только по тем каналам той информации, которая нужна непосредственно Украине. Всю остальную информацию, там, видимо, сидят сотрудники ЦРУ, и они снимают эту информацию. И эта информация идет прямо в Ленгли. И там она, это вот называется сырая информация, не обработанная разведданная, это называется role information. И там она обрабатывается. А уже оттуда, если в Ленгли посчитают, что это имеет отношение к Украине, тогда ЦРУ передает уже украинскому руководству. И вот, вот таким макаром, значит, американцы уже предупреждали украинские власти о том, что грядет агрессия. Ну, и украинские власти, вы знаете, как они к этому относились. Вот такая вот ситуация сложилась. Знаешь, что тут вот описывается одна из этих секретных баз, которая обрамлена минными полями, установленными в качестве линии обороны в течение нескольких дней и так далее. Российские ракеты поразили эту базу в первый же день, но она была восстановлена, другие были построены. Называется здесь генерал, фамилия генерала Дворецкого, не знаю, настоящая это фамилия или нет, но несколько раз он упоминается здесь. Он устроил экскурсию для журналистов, которые писали эту, показал коммуникационное оборудование, большие серверы, некоторые из которых финансировались ЦРУ. Вот, видимо, оттуда и снималась эта информация, которая шла прямо в Ленгли. Он сказал, генерал, что его команда использует базу для взлома защищенных коммуникационных сетей российских военных. То есть, судя по всему, они при помощи, помните, в самом начале я вам сказал, это группа 2245, которая захватывала дроны, затем коммуникационное оборудование, при помощи чего были взломаны коды, шифровальные коды Российской Федерации, а потом уже при помощи этого они перехватывали, взломали защищенные коммуникационные сети российских военных и получали информацию. Вот, скорее, теперь становится ясно, откуда у них, у американцев была настолько точная, насыщенная развединформация о подготовке к России к нападению на Украину. «Это та штука», – сказал генерал Дворецкий, показывая очередной прибор, «который взламывает спутники и расшифровывает секретные разговоры». Другой офицер положил на стол две недавно выпущенные карты в качестве доказательства того, как Украина отслеживает активность России по всему миру. То есть, с одной стороны, одна карта – это там, где следят за спутниками, которые прилетают в небе над Украиной, а другая карта – где российские спутники-шпионы, которые летают по всему миру. То есть, это глобальная сеть, и американцы ЦРУ получили возможность следить за ними с территории Украины. Я помню, рассказывал, в начале 70-х я проходил срочную службу в частях особого назначения в Одесском военном округе. Это был поселок или населенный пункт Новая Дофиновка. Если плывешь от Одессы в сторону Херсона, буквально через полчаса при выходе из Одесского порта проплываешь, и там такой этот самый грипп, мы его назвали грипп, это называлось орбита. Вот он и следил за этими спутниками, за одним, по-моему, только американским спутником, было всё, всё это, значит, хозяйство, вся эта часть наблюдала. А здесь, это фантастика, судя по этой статье, вообще вся сеть российских спутников-шпионов по всему миру прослеживалась. Это, это, ну я, извините за выражение, я балдеваю. Просто, просто фантастика. И это показывает, когда российские спутники-шпионы проходят над стратегическими военными объектами, в том числе над объектом по производству ядерного оружия на Востоке и в центре Соединённых Штатов Америки. Это же бесценная информация, просто бесценная. Как сказал, поведал генерал Дворецкий, ЦРУ начал отправлять оборудование в 2016 году после ключевой встречи генерала Кондратюга в местечке под названием Скаттергуд под Вашингтоном. Это там база ЦРУ. ЦРУ также конкурировала программу подготовки, проводившуюся в других европейских городах, по обучению сотрудника украинской разведки работать под чужим флагом, выдавать себя за других. Ну, тут почти нелегалов, почти нелегалов, которые работали по российским объектам, похищали секреты России в других странах, где существовал жёсткий контрразведывательный режим в отношении американцев, то есть, американцы не имели там свободы действия. Эта программа называлась «Золотая рыбка». Затем, то есть, вот помимо электронной разведки, значит, получается, что ЦРУ привлекло украинские спецслужбы к Human Intelligence, то есть, к операциям агентурной разведки под чужим флагом. Фантастика. У нас, когда я работал, в первом отделе была отдельная группа, называлась «Норс», то есть «Север», вот которая занималась этим, то есть, она работала по американцам по всему миру. Резинитуры в Азии, в Африке, там выделяли сотрудников, выявляли сотрудников американских посольств, которые, ну так, неординарно себя делили, так или иначе, девиации какие-то у них были. Наблюдали за ними, а потом, значит, поступала информация к нам в эту группу, и выезжал оттуда гастролёр с чемоданом, кэшем, и там где-нибудь в баре встречался, в ресторане. В общем, надо было установить контакты, и делалась попытка вермовки. А тут, ну прямо сеть забрасывали. Чудеса, чудеса. Ну, я допускаю, что часть тут немножко приврали, но идея и цель благородная, я вам дальше о них расскажу. И эти, значит, эти операции «Золотая рыбка» осуществлялись с 12 передовых оперативных баз, построенных вдоль российской границы. Из каждой такой базы украинские офицеры управлялись сетями агентов, которые собирали разведывательную информацию на территории России. Обалдеть! Если не врут, конечно. Ну, и в ходе этих операций эти офицеры украинских спецслужб выявляли интересных лиц для объектов. Потом вместе с ЦРУшниками они проводили анализ. И затем, значит, они планировали совместные операции для выхода на этих лиц и их вербовки. То есть вербовки массовые причем, под чужим флагом. Ну, видимо, так украинские офицеры устанавливали контакт, проводили первичное изучение, а потом выходили уже на вербовку офицеры ЦРУ, что я не думаю было лучшим решением. Ну, так они работают. На вербовку они выходят сами. У них там специальные протоколы, которых они придерживаются, как святые уставы, ну и так далее. Кроме того, значит, совместные операции проводились по подготовке спящей агентуры на территории Украины, которая должна будет проснуться и начать действовать. В случае, если случится самое страшное, и страна будет оккупирована врагом, и тогда эта агентура, значит, это называется операцией, по большому счету, дикобраз. Она просыпается, вот дикобраз, которого проглотили, он раскрывает свои иголки и все. Часто ЦРУ требуются годы, чтобы проникнуться доверием к иностранному агентству и начать проводить совместные операции. С украинцами это заняло менее шести месяцев, благодаря нескольким отважным, умным, профессиональным патриотам страны, которые руководствовались интересами страны в первую очередь, а потом думали уже о своей пятой точке, надо ее прикрывать или нет. Но были и проблемы. То есть, американцы отказались на каком-то этапе предоставить спутниковые снимки с территории России, когда Кондратюк со своей командой планировали найти склады, выявить склады, где хранились боеприпасы, техника, высадить туда отряд командос и заложить туда взрывчатку замедленного действия. И если начнется война, начнется вторжение, и рашинцы начнут вытаскивать эту технику и направлять в Украину, в это время эти минно-замедленные действия будут приведены в действие и нанесут удар. Американцы на это не пошли. Когда резидент проинформировал свое начальство в Ленгли, оно, по его словам, сошло там с ума, пришлось в бешенстве. И Бреннан, директор ЦРУ, позвонил генералу Кондратюку, чтобы убедиться, что эта миссия, эта операция отменена. Ну, отменил генерал Кондратюк эту миссию, но больше он о таких миссиях в Ленгли не докладывал, а начал их совершать. И она совершила целый ряд очень дерзких операций. Одна из этих операций, да, которая была совершена без согласования с ЦРУ. Это когда Буданов вместе с рядом бойцов отправились в Крым. Там ГУР получил информацию, что прибыли туда вертолеты, и предполагалось, что они будут участвовать в атаке на объекты в Украине. И идея состояла в том, чтобы заложить там на этих аэродромах взрывчатку и повредить, не дать совершиться этой атаке. И вот Буданов вместе с командой туда отправились, высадились. И тогда еще подполковник Буданов, переодетый в российскую форму, переправил командос через, украинский командос, через узкий залив на донуных катерах, и ночью высадились они в Крыму. Но там их уже ждало элитное подразделение российских спецназовцев, что вызывает подозрение о том, что кроты были в Украине даже вот среди тех, кто так или иначе участвовал в подготовке этой операции или был осведомлен о ней. То есть их там уже ждали. Украинцы отбились, убили несколько российских бойцов, в том числе сына генерала, а затем отступили к береговой линии, погрузились в море и несколько часов плыли в территории контролируемой Украине. Ну, что я вам скажу. Да, тут пишется, это была катастрофа. Тут не пишется, но некоторые другие источники сообщили мне, что все люди, то есть часть с украинской стороны командос погибла там, в Крыму во время этой перестрелки. Затем те, кто вернулись, практически все они странным образом погибли. Так или иначе. То есть выжившим и всех участников этой операции оказался только Буданов. Буданов, как пишется в статье, привлек внимание американцев как активный, успешный, так сказать, боец подразделения 2245, о котором я вначале упомянул. Затем, значит, его пригласили в Вашингтон и поместили в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд, потому что он был ранен в правую руку во время боев на Донбассе, как здесь пишется. На самом деле, я подозреваю, он был туда вызван вот для чего. Американцы уже тогда предупреждали настойчиво украинское руководство, что грозит агрессия. Но в ответ представители Влады огрызались, иногда весьма агрессивно. И тогда пригласили Буданова, и пока он там лежал в этом центре Уолтера Рида, ему лечили руку, или это было просто предлогом, с ним провели разъяснительную работу и представили, познакомили его с данными, которые имеются. И дали ему возможность дать интервью какой-то газете. По-моему, это был Wall Street Journal. Я читал эту статью. Это был первый случай, когда представитель Украины сказал, да, надо серьезно отнестись к предупреждениям американской стороны. То есть, есть серьезные данные о том, что готовится агрессия. Я тогда прочитал, вот, о, ну, наконец-то, ну, хоть один нашелся. Ну, свершилось. Но потом Будана вернулся обратно. Видимо, ему там, в Киеве теперь объяснили, что он занял... Он поколебался не вместе с партией, как это говорилось во времена Советского Союза, поколебался не в ту сторону, и он исправился, и больше он не делал этих заявлений. А потом начал делать совершенно идиотские заявления, когда рассказывал вот по поводу того, как он вербовал Киреева, и вот благодаря блестящей его вербовке Киреева за два дня украинское руководство, то есть, он узнал и доложил украинскому руководству за два дня о том, что Россия будет нападать. То есть, вот после того, как он, находясь в Мэриленде, дал вот это интервью в Wall Street Journal, он произвел хорошее впечатление на американцев, но потом по возвращению, то, что он начал говорить и делать, некоторые из них расстроило. То есть, они поняли, что сделали с ним ошибку. Ну и дальше, значит, продолжается здесь история по поводу этой неудачной операции. Это была катастрофа. Путин обвинил украинцев в подготовке теракта, пообещал отомстить за гибель российских бойцов. В Вашингтоне Белый дом Обамы был в ярости. Байден, в то время вице-президент, позвонил Зеленскому и гневно пожаловался. Это создает гигантскую проблему, сказал Байден во время звонка. И тут же этот звонок, секретный звонок президенту одной страны, другой. О такой проблеме, о секретной проблеме, это же разговор совершенно секретным по содержанию. И тут же запись этого разговора просочилась и была опубликована в интернете с украинской стороны. То есть, вот так вот продолжается. Проблема с кротами, вот как только не находит до администрации, до опы известной, тут же происходит утечка. Вот, видимо, поэтому американцы строили так работу, как с Лурдесом. То есть, есть объект на территории Украины. Мы вам даем деньги, мы даем вам другое оборудование для ваших нужд, говорят американцы своим украинским партнерам. Но вот этими объектами, раз, два, три, и что мы там делаем, мы делаем сами по себе. Вот там они получали информацию, которая не обработана в виде славы Ленгли, там ее обрабатывали, а потом уже готовы сообщения. Ими, если дело касалось Украины, делились уже с украинским руководством. Делились бы всей информацией, но где гарантия, чтобы она тут же не утекала бы в интернет? Никакой гарантии, абсолютно. Удар этот, эта неудачная операция, стоила генералу Контрадеку работы. Но тут-то и началась работа уже ГУР, без согласования с американцами. Тут описывается, как была проведена операция, лифт, в котором находился Моторола. Затем убийцы, да, вскоре ЦРУ узнало, что убийцы этого Моторола, это члены пятого управления вот этой группы, которые проходили подготовку в ЦРУ. Я вот опять-таки подчеркиваю, мне потрясает, что, насколько откровенно все написано, ведь по законам, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, ЦРУ не может участвовать в операции, в ходе которых убивают человека. Это произошло еще, бог знает когда, был он принят после скандала, как Фиделя Кастро якобы ЦРУ собиралась травить, как там в Африке кого-то убивали. Ну, это было вот в 60-е, 70-е годы прошлого века. То есть, американцы, они строго блюдут закон, а тут, ну да, они говорят, это не мы, но в то же время вы же подготовили. То есть, тут есть, чем, я так подозреваю, рашенская пропагандистская компания будет по этому поводу долго кричать. Но почему, вот опять-таки, почему, зачем они так откровенно пишут об этом? Ну, мы дойдем до этого. Некоторые советники Обамы были в ярости, но они уже были хромой уткой, поскольку до президентских выборов, где Трамп боролся с Хиллари, Клинтон оставалось всего три недели, а убийства продолжались. Беспилотную ракетную установку, стреляющую с плеча, установили в одном из зданий на оккупированной территории, напротив офиса, где офиса Гиви, знаете такого, да, помните, наверное, такого. Как он только зашел в этот офис, так же ракета была и запущена, и Гиви не стало. Затем, да, в ответ, в ответ русские сделали отдельный ответный ход. Они использовали заминированный автомобиль, чтобы убить главу подразделения 22-45 полковника Максима Шаповала. И когда его хоронили в Киеве, туда пришел резидент, пришла посол Мария Иванович на похороны, и после этого они все подняли тост заполковника Шаповалова, выпив по рюмке виски. «Для нас всех это был удар», сказал генерал Кондратюк. И тут на арене появляется Доналд Трамп, который становится президентом Соединенных Штатов Америки. И это была большая боль для всех, то есть головная боль. Трамп хвалил Путина, отвергал роль России во вмешательстве в выборах. А ЦРУ же добыло через возможности Украины информацию о вмешательстве России в эти выборы. Но Трамп с предназзрением относился к Украине и позже пытался оказать давление на ее президента Зеленского. Но что бы ни говорил Трамп, и что бы он ни делал, его администрация часто действовала в другом направлении. Это объясняется тем, что он назначил на ключевые посты ястребов, ненавидящих Россию, таких как был назначен на пост директора ЦРУ Майк Помпео, Джон Болтон на пост советника национальной безопасности. Они посетили Киев и подчеркнули свою полную поддержку тайного партнерства. Но я должен здесь подчеркнуть тут же, что есть такое заблуждение, что нечто подобное может произойти и сейчас, если Трампа изберусь сейчас президентом США. Нет, второй раз такого не произойдет, потому что тогда у него не было команды, и у него было, к счастью, много случайных людей, назначенных на важнейшие должности, как вот я перечислил. И вот они его сдерживали. А сейчас, при помощи Heritage Foundation, там уже отобрано три тысячи человек, которые займут ключевые должности, и они не будут его сдерживать. Абсолютно не будут. Он будет дудеть с ними в одну дуду. То есть, это будет совершенно другое, не дай бог, президентство. Ну, а в это время, пока, значит, Трамп сидел, в это время сотрудничество развивалось и было весьма успешным. И в результате, значит, сложилась вот эта международная группа сотрудничества, которая встретилась, ее представители встретились в Гааге, и там были представлены ЦРУ, Ми-6, ГУР, Голландская служба безопасности, он был, считается, важнейшим союзником Соединенных Штатов Великобритании в области разведки. И они договорились начать объединение, начать совместные разведывательные операции или создавать совместную базу информации, по России. Таким образом была создана тайная коалиция против России, и украинцы были ее важнейшими членами. Вот такое вот было, господа, достижение. Опять-таки, все это как-то так проходило без вмешательства гражданской власти, которую удавалось держать в стороне. Дальше уже, канун войны, американцы получают информацию и британцы, что она неизбежна, создала, ЦРУ создала в Украине канал получения информации, который передавал информацию прямо в Соединенные Штаты Америки, это необработанная информация. По словам американских чиновников, у американских, британских спецслужб были перехвачены материалы, которыми не имели доступа украинские спецслужбы. Слава Богу, что не имели, потому что, если бы не имели, они вынуждены были бы доказать, докладывать в ОПУ, и тут же это бы все уходило в Москву. И поэтому вместо вот тех глупостей, которые российские военные в первые недели творили вот с той, чуть ли не турпоходом на Киев, где они собирались за три дня взять Киев, устроить там парад победы, вместо этого они бы сделали так, как предлагали военные. Дальше здесь сообщается, что помимо приближения российских войск, вторжения, офицеры ЦРУ нанесли последние визиты в Киев своим украинским коллегам, и посольство было эвакуировано, а ЦРУ, они перебрались в посольство в западной Украине на несколько, вот буквально несколько первых недель, потом вернулись обратно. Ну и теперь, значит, война, нападение, президент Байден, и Байден тут же разрешает ЦРУ оказывать всевозможную разведывательную поддержку украинским партнерам в проведении смертоносных операций против российских войск на территории Украины. Вот эти наручники, о которых писал в начале Нью-Йорк Таймс, были сняты. Вот и разница между Обамой, Трампом и Байденом. Только при Байдене эти ограничения были сняты. И вот что, значит, что передавало ЦРУ. 3 марта 1922 года на восьмой день войны команда ЦРУ дала точный обзор украинских планов на ближайшие дни. В том числе сообщила о том, что русские откроют гуманитарный коридор из-за сожженного Мариуполя, а затем откроют огонь по украинцам, если они им воспользуются и начнут уходить. По данным ЦРУ, русские планировали окружить стратегически важный портовый город Одессу, но там возник шторм, задержал эту операцию, ну и так эта операция и не осуществилась. Затем передавала информация о том, что россияне неоднократно пытались, вернее, просто пытались убить высокопоставленных украинских чиновников, включая Зеленского, но потом наступление на Киев застопорилось и резидентура ЦРУ вернулась обратно. И теперь количество офицеров там резко увеличилось на помощи украинцам. И все ограничения Байден снял, но все-таки нужно было соблюдать какие-то формальности, потому что закон в Америке существует. Соблюдали так, как сказал один, значит, в интервью один из представителей ЦРУ, мы же не нажимаем на спусковой крючок, чтобы выстрелить по российской цели, но мы помогаем в определении этой цели и наведении. Вот что они делают. То есть формально, да, формально они соблюдают закон, что важно. Но опять-таки вопрос, зачем все это рассказывать? Кстати, теперь становится понятно, вот эти все операции, птичка падения, как вот возникает ни с того, ни с сего, начинают сушки падать, А-50 и так далее. Вот, оказывается, как это все происходило. Ну и дальше тут вербовка источников, затем создание партизанских сетей в Херсонской области. Они же начали действовать, ликвидируя местных коллаборационистов в Херсонской же области и помогая украинским войскам наносить удары по российским позициям. Интересная вот еще одна информация, что наведение происходило в условиях реального времени. То есть украинские разведчики замечают движущуюся колонну, дают сообщения американцам, британцам, те в режиме реального времени сопоставляют со своими картами с тем, что они видят, уточняют эти координаты, сообщают их обратно украинцам, и те наносят удар по движущему конвою и удар успешный. Все происходит в режиме реального времени. И опять поразительно для меня ЦРУ открыто сообщает, что участвует в операциях с летальным исходом для врага. И это они понимают, что будет читать в Кремле. То есть это вызов просто Путину. И это сигнал ему, что по идее, я так считаю, иначе смысла бы не было. Это сигнал о том, что ЦРУ будет с Украиной, со своими партнерами до конца. Что надежды каким-то образом замять это все дело, прекратить огонь, примирие временное, они эфемерные в данном случае. Ну и под конец. Зная, что мы зададим этот вопрос в самом конце, зачем это все опубликовано. Газета пишет, некоторые украинские офицеры разведки сейчас задают вопрос своим американским коллегам. В то время, как республиканцы в палате представителей решают, стоит ли прекратить помощь в миллиарды долларов. И украинские офицеры спрашивают, не бросит ли их ЦРУ, как это уже произошло в Афганистане, а теперь произойдет и в Украине, сказал один высокопоставленный офицер, украинский офицер. В ответ, говоря о визите господина Бернса, директора ЦРУ в Киев, на прошлой неделе представитель ЦРУ сказал, мы продемонстрировали четкую приверженность Украине на протяжении многих лет. И этот визит стал еще одним сильным сигналом того, что приверженность Соединенных Штатов и помощь будет продолжаться. И почему она будет продолжаться? Дальше сообщается, что ЦРУ и ГУР продолжают строить еще последние две базы еще построили и вся эта сеть функционирует и что сейчас собирает украинская сторона собирает и производит больше разведывательной информации, чем когда-либо во время войны. И эту информацию получает ЦРУ. Такую информацию нельзя получить нигде, только здесь и сейчас, сказал генерал Дворецкий. И вот он так по большому счету здесь и ответы. Теперь быстренько я вам сделаю свои выводы из этого. Ну, я вам уже сказал, что форма работы ЦРУ работала так же, как она с этими базами на территории Украины, так же, как со своими базами в других странах, так же, как Россия с базой на копе Луртес. ЦРУ выделяла деньги необходимые и оборудование на нужды ГУР и, возможно, других спецслужб Украины, проводила совместные операции, а в ответ, значит, украинская страна давала возможности американцам при помощи своей техники собирать, электронной техники собирать, провозить сбор электронной информации с российской территории. И информация эта, особенно после скандала с Вагнер Гейтом, когда однозначно стало понятно, что происходит утечка из ОПы, и здесь же в статье как минимум два примера, как это происходит и когда. Поэтому, значит, сырая информация не передавалась украинским спецслужбам, а шла прямо в Ленгли. Теперь, вот, совсем недавно я вам сообщал в одном из предыдущих видео о том, что американцы перестали передавать новому командованию ВСУ секретную информацию, пока оно не пройдет дополнительную проверку. Но тут, значит, сказать, вот что еще интересное. Тут президент Зеленский выступил сегодня на пресс-конференции и несколько тезисов привлекло мое внимание. Ну, в частности, он заявил, что наш план контрнаступления был в Кремле до начала этого контрнаступления. Я не удивлен, что он там был. А теперь, это говорит уже о новом плане наступления. У нас есть новый план наступления и будет еще несколько планов из-за утечек. То есть, они продолжаются утечь. Тогда, значит, вот этот план был в Кремле до начала контрнаступления. Это тогда Залужный был. Но когда его увольняли, его наградили героем. То есть, он здесь ни при чем. А теперь Залужного уже нет, но утечки по-прежнему есть. И поэтому готовится несколько планов. Да вы хоть двадцать, если утечка есть, если крот сидит в опе, вы хоть двадцать планов подготовьте. Все равно они все утекут. Вместо того, чтобы готовить эти два плана, не лучше зайти ли в соседнюю комнату и уволить оттуда одного человека, и тогда все будет проще. Все будет проще и не надо будет ломать голову. Как в целом характеризовать эту статью? То есть, это второй случай, когда американцы выкладывают важнейшую разведывательную информацию в открытое информационное пространство. Первый случай это по поводу планов нападения России на Украину, который, в общем-то, все это совершилось и подтвердилось. Это уникальные операции по раскрытию важнейшей информации разведывательной, потому что она раскрывает источники святая святых любой спецслужбы. Это проводится только в критически важных случаях. Значит, сейчас это второй критически важный случай. Зачем? А потому что сейчас в Палате представителей застопорился вот этот пакет помощи Украине. И нужно его оттуда вытащить, нужно, чтобы его утвердили. И вот я думаю, что это один из рычагов давления на Палату представителей, на спикера Джонсона и потенциально на Трампа. То есть, здесь показывается, что это сотрудничество разведывательно с Украиной, это внепартийный, независимый демократы, республиканцы, это внепартийный трансцендентальный проект, глобальный, который критически важен для Соединенных Штатов Америки, потому что он охраняет территорию США их ядерные объекты, их интересы по всему миру. И в этом проекте участвовали ключевые лица Соединенных Штатов Америки, и все это было утверждено, и такие проекты нужно совершать, нужно продолжать до бесконечности, пока есть техническая возможность это делать. поэтому опубликовать эту информацию и показав всю важность этого проекта, завтрашнего дня тут гудеть все будет, обсуждать это все будет во всех политических партиях и кругах, и министерствах, и ведомствах. То есть, идея такая, что если Трамп, идя на поводу своего друга Путина, попытается задавить Украину, исключить ее из помощи, и так далее, вот эта статья, она призвана не допустить этого. Она призвана оказать давление на республиканцев в Палате представителей, прежде всего, на Джонсона, поставить вопрос на голосование, проголосовать. И не зря, вот сегодня, я вам сказал, в самом начале, есть позитивные сдвиги в этом направлении. Почему причина? Почему нужно для Америки это все, как говорится, откровенно здесь, в этой статье? Потому что Россия стала постоянным экзистенциальным врагом, против которого нужно бороться все время, постоянно. Если кто-то не понял это, еще в маге там какой-то и так далее, то надо заниматься самообразованием, надо понимать реальность, и вот эта газета, эта статья разжевывает эту реальность. Нужно срочно выбить деньги, нужно послать сигнал мага Трампа о том, еще по одному вопросу, по поводу той информации, которую ЦРУ получает в России с помощью или через возможности с территории Украины. Она может быть уникальной, просто уникальной, в том числе информация на некоторых деятелей в Соединенных Штатах Америки и их связи с российскими спецслужбами или с российскими структурами, которые деньги передавали или передают или могут передавать. То есть, фактически здесь ЦРУ намекает, ребята, мы такой клондайк информации получили, что там же может быть и компромат. И мы неоднократно вам демонстрировали, что у нас есть такой компромат. Вот еще один из вариантов. Следующий. Опять месседж. Надо чистить, чистить Украине. Критически мешают кроты, которые находятся при власти. Их надо вычищать. Его сегодня Зеленский, я думаю, что он нечаянно это признал, не имел это в виду, но так получилось, он сказал правду. Есть кроты, а как можно, какое наступление он сейчас может готовить, сколько планов он будет готовить, и кто их будет готовить. Безуглое, для того, чтобы, в надежде, что хоть один из этих планов не попадет в поле зрения крота. Детский сад просто, кино и немцы. Кстати, кстати, интересно, вот до меня доходит информация, будем следить за это, о том, что Зеленский собирается уволить главкома ВВС и ВМС. То есть, сначала обезглавили вообще руководство ВСУ, причем ни одного, ладно бы, плохой заложный, но вообще все зачистили, обезглавили, отрубили голову. Сталин такого не делал, Гитлер такого не делал. В самые тяжелые моменты войны. А здесь, ну, прямо как по звонку Козака из Кремля. А теперь, где Украина добилась самых больших, впечатляющих преимуществ в последнее время? На Черном море и в небе, и в небе. Последний вот А50 падает, как птички. Собирается, говорят, их уволить. Ну, тут просто, я не знаю, даже у меня слов нету, если это произойдет, но это просто вызывающее, откровенное вредительство, диверсия против страны. То есть, сначала обезглавили Гелдштаб, ВСУ, теперь занялись командующими родами войск. Ну, и, наконец, как здесь подчеркивается в статье, Украину и Соединенные Штаты Америки, спецслужбы двух стран, главное, объединяет одно, общий враг. Враг этот, Путин, путинский режим. И поэтому, пока Путину власти, это сотрудничество двух стран, двух спецслужб, должно продолжаться, невзирая на всякие там маги, Трампы и трамписты. Вот, что я думаю, господа, по этому вопросу. Будут вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Я вам повторяю, тут каждое предложение, то есть, каждый абзац, каждое предложение можно обсасывать и искать, и Рашинс, они будут его до дыр зачитывать, как у нас говорили в свое время в агентстве, в агентстве, в агентстве Советского Союза. В поисках здесь разведывательной информации или в попытках найти, где там американцы с украинцами проникли и где у них, у орков возникли бреши. Одна несомненная, о том, что коды взломаны, а это катастрофа. Это катастрофа. То есть, они несколько лет радовались, когда прибыл Сноуден, теперь у них получился Сноуден наоборот. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте наконец-то закончить этот обзор этой важнейшей статьи Нью-Йорк Таймс. И, как всегда, слава Украине и вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами! А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу! До скорой встречи!